Команда победителей Западно-Каустанской области отправилась на республиканский военно-патриотический сбор Айбен-2023, который пройдет в Карагандинской области. Пятидневные гонки примут участие школьники со всех регионов страны. Они продемонстрируют методы обучения в разных направлениях и испытают свои силы. В прошлом месяце были подведены итоги областного этапа военно-патриотического сбора Айбен-2023. Определены имена команд победителей и лучших участников. Теперь здесь отбираются гонщики, которые поедут защищать честь региона на республиканском уровне. Сбор проходит ежегодно в Карагандинской области. Команду Западно-Казахстанской области пополнили 10 юношей и 5 девушек. Организаторы отмечают, что мероприятия военно-патриотической направленности прививают молодежи чувство патриотизма. Ежегодно проводятся районные этапы, городские этапы, потом областной этап. Самые лучшие команды потом из областного этапа формируются и направляются для участия в республиканском мероприятии. Команде всего 15 человек. Юношей подтягиваны, девушки, поднимание тулыча, сборка-разборка автомата, стрельба, бег. По этим видам они будут соревноваться. В 2019 году команда Западно-Казахстанской области заняла первое место на республиканском этапе. И в этом году наши земляки надеются на победу. Для ребят были организованы недельные сборы для качественной подготовки перед важными соревнованиями. В целом военно-патриотический сбор Айбен в нашем регионе был организован в девятый раз. Каждый год мы ездим на военно-патриотические соревнования Айбен. Выступаем там почти неделю. У нас самая главная цель – это место группы занять. Представители Департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области и представители Ассамблей народа Казахстана и детско-юношеского и экологического центра пожелали всем членам команды удачи. В рамках встречи от имени руководства Департамента по делам обороны были вручены благодарственные письма преподавателям, приобщившим молодежь к военной сфере. Айтана Каримова, Олег Писаренко, Аймураджа Гипаров, ТТК-42.